Мотор! Мы расположились у меня в офисе, пообщаться, собственно говоря, я задам вопросы Максу, Макс задаст мне, мы будем сейчас снимать на две камеры, я буду периодически смотреть Максу, и периодически буду посмотреть в нашу камеру для наших зрителей. Макс, начнем с вопросов для тебя. Расскажи, сколько тебе лет, откуда ты, ну такую короткую историю, я думаю, что ты... Мне 33 года, я из Белоруссии, хоть паспорт у меня русский, потому что я сам из Мурманска, там такая более долгая история, я эмигрировал со своими родителями в Белоруссию, и в принципе, свою сознательную жизнь, учебу, институты, я заканчивал в Белоруссии. Город Могилёв. Потому что у нас подписчики, как и у тебя, собственно говоря, из разных стран и городов, и естественно, всем будет интересно, откуда же Макс? Да, да, да. Вот город Могилёв, он небольшой город, 400 тысяч населения, там я в основном занимался своим бизнесом, был у меня неудачный опыт, на котором я потерял деньги, и я понял, что не хочу больше таким образом работать, и мне нужен был стимул, например, начать заново, и я решил поехать в путешествие. И начал, сначала начинал там по Европе, ближайшие какие-то районы. А какой год было начало? А вообще я начал, как-то приобрёл мотоцикл, я всё время делал это всё на мотоцикле, я в 2006 году купил мотоцикл, все японские, и на нём уже начал путешествовать. Сначала начинал по мотофестивалям, потом понял, что этого мне недостаточно, начал увеличивать расстояние, не привязывался уже к каким-то датам этого мотофестиваля, потому что побухать мне было не так интересно, как, например, сама дорога, посмотрите, где ходишь, врачи. Ну, бывает иногда. Увлекаешься? Ну, да. Ещё на профессиональный уровень не перешёл? А мой организм не позволяет мне перейти на профессиональный уровень. Это хорошо. Я могу так, если чуть пива или какой-то коктейльчик купить, и всё. То есть у меня есть грань, как, например, я не курю, потому что просто мой организм мне никакого не даёт. Я почему спрашиваю? Я на тренерской работе уже, у меня пятый год, да, я профессионально закладывал месяцами, вот, причём на богатом уровне. Мы в России жили достаточно богато, и закладывал очень сильно, но перед рождением детей я принял решение завязать. Я поэтому интересуюсь, когда с кем-то беседуешь, человек использует какие-то вещества для смены сознания, потому что на алкоголе ты, конечно, полная шляпа. Для меня как расслабление просто оно, то есть, например, банка, там, пиво или, там, не знаю, виски, сколы, там, какой-нибудь замес один, то так нормально, я могу. Как в твоей жизни появился велосипед? Это как альтернатива дешёвого способа путешествовать. Значит, когда я, вот, опять же, потерял свой бизнес, а хоть у меня есть в Беларуси ещё мотоцикл, довольно хороший туристический, но я понял от тех дней, которые у меня были, что я не смогу сделать круглосетку на мотоцикле. Поэтому я начал экспериментировать с велосипедом и автостопом. Даже изначально я поехал автостопом, хоть у меня велосипед уже и был, но я не знал, что как можно транспортировать его в самолёте и всё такое, чтобы увеличить просто расстояние. И после эксперимента автостопа я понял, что я не хочу таскать рюкзак на спине, и я решил, что мне нужен небольшой транспортное средство, где я могу положить свой рюкзак и ездить по городу. Ну и тем более пешком ты можешь пройти всего лишь 10-15 километров, а на велосипеде ты уже делаешь 40-50-100 километров. И после этого у меня появился вариант в том, чтобы приобрести велосипед, складной велосипед, и на нём уже ехать автостопом и путешествовать. И это, в принципе, начало было кругосветки по Евразии. Я поехал сначала вокруг Черного моря со складными велосипедами и автостопом. Это было очень круто тем, что влезть в машину любую ты можешь, велосипед складывается, и ты, плюс города все изучаешь как можно больше, плюс ты можешь, если тебе надоел автостоп, а это такое бывает, потому что постоянно это общение, это рутина, ты с этими людьми говоришь одно и то же, хочется какой-то резине, ты берёшь на велосипед, садишься и едешь самостоятельно. И вот таким образом у меня появился первый велик, потом я сменил его на более мобильный, ещё меньше, это фирма Стрид английская, там вообще 16-е колёса у него, он такой односкоростной. Я проехал по всей России, получаясь автостопом, и Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, потом ещё даже в Индию с ним слетал. Перелёты все были бесплатны для него, потому что он маленький, и он проходил по весу. А когда прилетел я в Америку, у меня был тоже велосипед, но я уже взял большой велосипед, у меня в итоге просто за всё это время я периодически один покупал, другой продавал, ну, один продавал, другой покупал, и таким образом искал дело. Вот у меня был двухподвес уже более серьёзный и маутинбайк, и я на нём собирался ехать. А так как страна пикапов, плюс очень много здесь распространяете все велосипеды, и я читал блогеры, что проблема путешествовать автостопом с велосипедом в Америке вообще, типа, напрочь отсутствует. То есть всегда можно положить его куда-нибудь в пикап, его всегда можно положить в какой-нибудь грузовик. Автобус? Автобусы, да, 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 да. Это тоже бросается в глаза. Это очень круто, да. Первое время я использовал велосипед, пока не понял, что всё же Америка очень раскинута страна, она одноэтажная, и поэтому мне иногда на работу, общественный транспорт ужасный. А ещё учитывая, что я сначала был в Флориде, когда стоимость бензина там 2,20, а ты платишь за проезд 1,25, и ты понимаешь, что, конечно, всё это где-то обман происходит, да? Да. И потом я всё-таки решил, что я могу в Америке заработать деньги, и сменил велосипед на автостоп. Я сейчас в некотором шоке нахожусь. Вот Макс рассказывает о тех вот количествах, как я понимаю, расстояний, которые он проехал, прошёл, и у меня это всё вот в голове прокручивается, и я нахожусь просто в таком шоке. И вот сразу сначала кажется, да. Я летал много на самолётах. Но вот сколько вот так вот пересечь стран. Меняется. Это вот как зона комфорта. Вот что ты говорил, что мы жили там в палатке, да? Когда ты выходишь с этого хорошего кресла, когда у тебя твоя зона комфорта, она вот такая. Мы приучаем себя. Да, да. Приучаем. Человек это как таракан. Он может адаптироваться ко всему. И даже вот как многие говорят, типа, вот там эта страна может быть не для тебя. Нет, если у тебя, ты нормально, там, человек хорошего сознания, у тебя есть мозги, любая сторона будет для тебя хорошая. Ты как от всей страны. Согласен. С тараканами не согласен, уж больно это самое. Пусть лучше как хомяки. Мы дома, вот малышей своих у нас, Маша и Павлик, им 4-5 года, и мы их это самое. Ну, как мыши. Ну, потому что они там шмык-шмык. Вот у них там есть такая гора, ты ее сегодня увидишь, мы когда домой приедем, там диван, и они между ним заскакивают, как нора. Я говорю, ну, точно хомяки. И там какая-то еда, они туда стаскивают, какие-то игрушки, знаешь. Что-то, если пропало, можешь туда в нору руку засунуть. О, нашел. А ты железный человек? Вот как насчет того, что ты прошел вот этот Iron... Вот... Iron Bat. Iron Bat. Это разные позиции. Iron Man, да? Да-да-да. Iron Bat это в мотоциклетном мире железная задница. Это нашифровывается. То есть есть норматив. Не знал первую первую. Есть норматив, ты должен проехать 1000 миль 24 часа на мотоцикле. С подтверждением чеков. После этого ты отправляешь в ассоциацию, если у них возникает вопрос, они могут запросить еще какие-то фотографии, подтверждающие это. Ну, там заполняется анкета. И если ты проходишь, они проверяют себя. Это 1000 километров или 1000 миль? 1000 миль. 1600 километров, да. У меня зарегистрировано 1770 километров. Я проехал в Россию. Мы ехали с моим... В России реально за 24 часа столько проехать. Да-да-да. Мы поехали с Белоруссии до Мурманска ехали. У нас была основная трасса 2300. В итоге мы ее преодолели за полторы суток. А, болтись! Три часа во спальне на мотоцикле и опять доехали. У меня самое долгое, которое я пересекал, это, если по России, от Калининграда до Москвы. А так у меня самое долгое, без остановки, ну, только заправки, наверное, это Кёльн. Это часть Германии и Москва. А здесь у нас получилось, когда мы жили в Колорадо, мы из Колорадо-Спрингс ездили во Флориду с семьей на машине. Ну, это тоже пару тысяч. Ну, это прилично, это очень прилично. Пару тысяч миль это уже встретились. С детьми, с детьми. Ну, на отдых ехать кайфово. Вот с отдыха было не кайфово уже ехать. Ехали с солнышкой, это была зима, и уже подъезжая к Колорадо, уже там слякать, снежок. Хотя Колорадо-Спрингс, это один из самых солнечных городов Америки. Я по штату Колорадо покатался, даже было, тоже посмотрел. Потому что у меня получилось, что я поехал туда с Флориды, я пересекал большинство парков Америки, которые меня интересовали. И, например, Гранд Комьюнт, я вообще по кругу объемал. Там тысячу миль получилось у меня только. В итоге я накатал уже 14 тысяч миль на мотоцикле по Америке. 14 тысяч миль по Америке, нормально. Да, уже сменив вот такой комплект резины, четыре раза менял масло. И сейчас у меня, получается, предстоит май на 16 тысяч. Вопрос. Хороший такой вопрос. Вот ты уже полгода в Америке. Приходится постоянно где-то зарабатывать, где-то искать, где-то возить еду. Что ты еще делал, кроме еды? Я еду уже знаю, что ты развезал. Я работал сначала на мойке. Это самый простой, который работаю, нашел в течение трех дней пребывания в Америке. Я просто пошел по улице, смотрел, что там есть, и заходил, спрашивал, вам нужна работа? А они сразу соглашались на кэш? Многие нет, но 50 на 50. Половина Америки работает за кэш. То есть, как бы, если купинцы, там, мексиканцы, все такое, то есть, это нормально, скажем так. Вот, поэтому я сначала работал, первая была мойка, потом я устроился в русский магазин. Ну, там меньше платят, но русскоязычные магазины, сюда требуются люди, поэтому всегда можно найти работу, пусть небольшую, но можно найти. Я проработал там, выставлял продукцию, у меня на молочке сидел. Ну, мне было бы тоже интересно попробовать себя в другом уплыва, как бы, экспериментировал. Потом я устроился на лифт и на Uber. Я работал таксистом в Майами. А каким образом ты себе аккаунт? Я пошел, получил права. Аккаунты? А аккаунты один я под человеком. А, под человеком. Это такая система, в принципе, уже здесь работает, она договаривается, и один аккаунт на два человека. Так вот, но лифт можно зарегистрировать самостоятельно. Проблема Uber в том, что он требует годовые права. Но есть люди, которые я уже в процессе нашел, они даже сказали, мы тебе это все организуем. 400 долларов платим нам, и мы тебе дадим аккаунт на Uber. Ты не платил это в месяц 400 долларов? Нет, просто 400 долларов, это единоразово и все. Ты можешь, хочешь, если у тебя нет social security, тебе надо найти человека, который даст social security корпорацию. Ты можешь создать свою корпорацию и работать. Тебе понравилось работать вот Uber? Это было классно тем, что ты 12 часов можешь работать, средняя такса 10 долларов в час. У меня максимальный был заработок в день 220. Средняя вышла на норму 140 в день я заработал. Это в Майами, учитывая, что во Флориде меньше считается доход. Вот, поэтому... Я просто многих знаю, у меня есть годами уже в Сан-Франциско, ребята, они не выходят из этого бизнеса. Работают у них две наклейки Uber и Lyft. Это как вариант, это нормальный старт, но я бы, наверное, немножко рос бы в этом плане, я бы, наверное, все-таки пошел бы на фур. То есть, если бы у меня был бы статус. Так как у меня туристический, и, в принципе, я пока не планирую здесь оставаться, то я не готов. Ну, потому что надо получить CDL, а это... Опять же, я общался, у меня и колорадские есть, друзья, в Пенсильвании, друзья, здесь, в Калифорнии, вот, катаются. Кто-то на больших ездит, кто-то на Mercedes-X Sprinter гоняет. И неплохо зарабатывают. Очень неплохо. Другое дело, что очень часто в больших разъездах, и это не очень семейные, так скажем. Они сказали, что рекомендация очень классная для тех людей, которые не семейные, которые приехал один и хочет заработать денег. Просто зачем ты заводишь семью, когда ты рядом с ней практически не можешь быть? Дети воспитываются без, ты их не видишь, они растут. Ну, то есть, это может быть какой-то этап, но знаете, вот сколько сталкивался, нет ничего постояннее временного. Вот когда человек говорит, да, это временно, и работает уже 10 лет на стройке, молоток подносит. Это вот уже вот боязнь начать что-то новое, а вот понимаешь, у меня что-то же есть, но вот оно мне что-то дает. Да ты же можешь больше, а вдруг не получится? Ну и ссы дальше, вот просто. К сожалению, так. Я вот так вот проработал в Орловском магазине, я там даже не заработал ничего денег, потому что первые три дня было бесплатно. И, к сожалению, только через два дня рабочих я понял, ну, прощупал всю схему, я понял, что я не смогу там доработать деньги, и я просто плюнул и в никуда поехал опять искать работу. А почему ты работал бесплатно? Такие условия были русские? Ну, как обычно, русские очень такие. Ну, это просто такая шляпа. Человек делал работу, что-то наверняка разгружал, упаковывал, тратил свое время, свои силы. Ни одного американца, я не знаю, чтобы дал такие условия. Он даст, ну, минимум какой-то, чтобы ты, по крайней мере, там 8 долларов за час получал. Это только, знаешь, вот такое вот жлобничество русское. Да, три дня, типа, обязательно практика бесплатная. И все. И там тебе, пожалуйста, хоть фуру разгружай, все равно три дня бесплатно. То есть, это такой бред, поэтому, когда я вот это все начинаю, что понимаю, уже прощупываю. Но, к сожалению, надо все попробовать, чтобы понять. То есть, сложно мне рассказать и поделиться моими эмоциями, потому что каждый человек по-своему переживает. То есть, я посчитал, что все, я отпустил и пошел дальше. Кто-то будет не отдать им мне деньги. Но тогда они так начинаются, это как кабала. То есть, они тебе просто говорят, что хорошо, ты хочешь уйти, пожалуйста, но доработай еще там, например, неделю. Ты дорабатываешь, зарплату, когда что-то через 2 недели. То есть, ну, и как-то вот таких моментов. Ну, здесь же очень многие. Каждый платит раз в неделю. Ну, русские в основном платят, задерживая на неделю или на 2 зарплату. Это такое, да. К сожалению, так. То есть, и получается, что ты всегда вот немножко в ожидании чего-то. В ожидании чуда. Скажи, пожалуйста, вот 33 года связывал ли ты свою жизнь, душу, свое сердце со второй половинкой? Да, у меня была жена где-то, наверное, 6 или 7 лет назад, 24 года вроде бы я так женился, я уже не совсем помню даты. Да, и мы где-то 4 года совместной жизнью прожили, потом разбежались и все. Ну, бывает. Да, да, жизнь такая. У меня пятый брак. Да? Да, круто. Нет. Что-то не в этом случае круто. Многие говорят, вот круто. Ты знаешь, я когда родился и рос мальчиком, я думал, что вот у меня будет принцесса, да, я как принц, у меня будет жена, семья. Вот, ну, а это мое клеймо. То есть, вот, знаешь, я в какой-то, на каком-то этапе жизни, в большем этапе жизни, который прожил, да, до периода, наверное, 39 лет, 38, ну, был не совсем хорошим человеком. Я больше скажу, был совсем нехорошим человеком и употребление алкоголя, и, собственно говоря, безалаберное поведение, неуважительное отношение к людям, опять же. Вот, я в этом признаюсь и знаю, что каждый человек может найти в себе силы изменить свое отношение к себе, к своему окружению, не только к своему, вообще к окружению, к земле, к женщинам. Ну, зачастую просто не научены были этому, нас учили к тому, что больше жизнь – это сложная штука, и ты еще столько коленей, мозолей себе набьешь, но не учили многим правильным вещам, как выжить не обманывая, как выжить не убивая, понимаешь, а то вот сейчас куда ни глянь в телевизор, везде уважаемые люди, те, которые больше всех, извините, украли, украли, и это самые уважаемые люди в любой стране, да, и здесь тоже. Вот, поэтому я пересмотрел свои взгляды, и вот у меня сейчас жена, мы 7 лет вместе, у нас двое детей, я оценивал свою жизнь ранее, да, ту, которая была, наверное, как полигон подготовка к нынешней жизни. Вполне возможно, да, это как число. Есть вещи, которые ты сопоставляешь, как бы ты поступил раньше, я бы, например, сейчас вот не хотел бы поступать, как я поступал раньше, мы слышим друг друга. Ну, ты увидишь сегодня человека этого, который спас мне в свое время жизни, и я, собственно говоря, обязан… К сожалению, нет машины времени, чтобы… А, нет, 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 задавали, мне часто задавали вопросы в соцсетях, и переписываюсь со всеми очень активно, и ВКонтакте, и в Фейсбуке, Олег Забугорский, и задавали такой вопрос, я говорю, нет, не хочу. Я боюсь, знаешь, чего больше всего, что изменив какие-то ход событий, я не встретил бы свою Аннушку. Я этого больше всего боялся бы. Поэтому тот ход событий, который произошел в жизни, вся эта гадость, которая была, все хорошие, нехорошие моменты, они привели, в конце концов, к знакомству с этим человеком, с которым я сейчас. И я бы не хотел в жизни ничего не поменять. У меня были миллионы, у нас было много всего чего. То есть многие, кто лично меня знают, вот мы жили в Москве, знают, как мы жили, и почему мы уехали из России, да. И то, как мы здесь добиваемся, да, вот того, чего мы сейчас уже добились, еще несколько месяцев назад мы жили в машине, мы жили в палатке. Сейчас мы, собственно говоря, живем в доме, вот она либо чувствует, это моя жена. Вот я на камеру с ней поговорю сейчас, вот буквально пять секунд. Мы сейчас снимаем, Анюточка, солнышко, и разговор шел о тебе. Вот я включаю громкую связь, громкую связь, разговор был именно в этот момент о тебе. То есть вот как это можно объяснить, что ты звонишь именно в этот момент? Ну, тебе подолка пришел. Это я могу угадать, эта посылка пришла с Амазона, да? Да. Спасибо. Любимая, мы вечером приедем вместе, могу тебе сразу ранее сказать, у нас готов борщ. Круто. Да, но он не мясной, мы не едим мясо, но по вкусу, брат, ты не отличишь ничего. Заячка, мы будем, наверное, где-то после восьми. У меня в 7.30 еще съемка, вот, поэтому... Я помню, да. Ну все, обнимаю, целую. Я вот проговорился, да, мы в августе будет год как не кушаем мясо. Рыба, креветки, там морепродукты, вполне, вот. Ну и еще кое-что, так скажем, в жизни заменяет, кроме еды. И она готовит разные, разные блюда, очень много готовит всяких таких блюд, которые я даже не предполагал, там, да. Борщ, все то же самое, по вкусу, ну, мы кушаем хлеб, она готовит этот кабачковую икру, там, домашнюю, аджику, она уже это продает здесь. У нее ресторан здесь есть, Пушкин уже покупает партию. Прикольно. То есть она изготовила 20 банок, ест по оптовой цене, у нее есть оптовая цена, у нее есть розничная цена, вот, и сейчас она готовит... То есть вот, ребята, как можно... Бизнес, а почему нет? Она классно делает торты, но этот рынок, я посмотрел, очень забит, и влезть, потратить кучу времени, денег, потому что, опять же, это большие вложения, вот, не захотела. Она говорит, слушай, никто не делает икру, которую я делаю, здесь никто не сделает. Так что, ребята, если кто-то в Лос-Анджелесе, в Сан-Диего считает, что ваша икра лучше, пишите, устроим прямо батл. Знаете, такой батл-челлендж, икра от мисс Анюты, из-за бугорской, и ваша, и посмотрим, сравним. Нам уже в Фейсбуке один человек писал, а вот здесь, в Сан-Диего, давайте устроим! А потом, знаете ли, Азам уехал отдыхать раз и пропал. А почему мясо отказали? В один день это произошло, у нас нет проблем ни с избыточным весом, нет проблем с пищеварением, да. В один день давай перестанем есть мясо убитых животных, ну, вот, какой-то внутренний посыл. Этому не было объяснения. Сейчас у меня уже пришло это объяснение. То есть, я давно занимаюсь энергетическими практиками, эзотерикой. Вот, и мне дали сигнал. Ну, как бы это, знаете, как бы это со стороны не смотрелось, особенно если вы смотрите это видео с похмелья, у вас наверняка как бы сложится впечатление, ну, чувак, ты там грибы какие-то жрёшь или ещё что-то там. Я не употребляю ни спиртное, ни курю, не употребляю наркотики, не употребляю вообще химические вещества. Я пью воду и, собственно говоря, занимаюсь своей энергетикой на берегу океана. Многие занимаются йогой, многие ходят в спортзал, да, там, тестостерон повышают, тоже хорошее дело. Вот, мы каждое утро занимаемся цигун. У меня дети занимаются, они увидели, как мы это делаем, и они стали заниматься. А что такое цигун? Древнейшая китайская гимнастика для контроля своей энергией. Это когда медленное движение, да? Это когда ты активируешь свой поток энергии, можешь его направить в нужное русло, можешь его направить в бизнес, ты можешь направить его в сексуальную энергию, в творческую энергию. Ну, энергия в зависимости от твоих желаний, потенциалов, да, и дверей, которые у тебя есть. Потому что вот мы с тобой в жизни, да, ты идёшь по коридору жизни, раз в дверь заглянул, опа, а там я. А я как раз шёл по такому же коридору, и мы встретились. Ведь мы с тобой познакомились вчера, вчера. Я комментарий оставил в твоём видео, по-моему, если будете в Сан-Диего, заезжай. Потом кто-то из твоих зрителей, замечательных людей состыковал тоже. У меня очень много таких было состыковок. И ты говоришь, хочу поехать на серф туда-сюда, там пока ещё не нашли, где жить. Это люди пишут. Да, да, да. Люди за тебя писали мне. Какие проблемы? У нас есть, у нас есть где остановиться. У меня четыре комнаты, вот. Две из которых мы занимаем, а одну, естественно, с удовольствием предоставим. Слушайте, как бывает. Не бойтесь. Да, так и бывает в жизни. Так и бывает в жизни. На самом деле, вот людей, которые воспримут любую вашу, ну, может быть, для других неадекватную просьбу, там, остановиться у вас, это нормально. И воспримут это положительно, и вы найдёте приют и прокорм в том числе. Да, да. Человеку немного надо. На самом деле, мы все завысили себе потребности, завысили себе стоимости машин, завысили себе стоимости нашего жилья. Да, это хорошо, ведь деньги и вообще наше благополучие, материализация, да, это какая-то, какой-то уровень платы за твои знания. То есть, знаешь, все хотят всё монетизировать. Вот вопрос, у тебя есть, скажем, помимо тех вот работ, которые ты есть, доход из интернета? Нету. Нету, да? Ребята, вот я обращаюсь на канал Макса. У Макса travel-канал, да, я так понимаю, он развивает его. Вот я можно за него попрошу, он мне не говорил это заранее. Блин, ну реально скиньтесь, всё-таки, знаете, не так сложно. Но если вам нравится канал, вы ставите лайки там, кто-то пришлёт 100 рублей, кто-то 50 рублей. И это не попрошайничество, это реальная работа, которую он делает, да. Вот он даже сюда ко мне приехал, снимает, рассказывает что-то, показывает, тратит своё время, деньги опять же свои тратит. Просто если канал нравится, знаешь, у тебя есть там карта? Да, да, да. Карта есть. 100 рублей, 200, понимаешь, 10, 20, 40 человек прислали, он заправится и поедет уже из Калифорнии в Нижнюю Калифорнию. Да, да, в Нижнюю Калифорнию. А слушай, тут 15 километров до границы. Да, да, да. Мне надо посмотреть, я тебе хочу вот с забора, там же есть какой-то. Бордер, там такой бордер. Спасибо за внимание.